Курс на лучшие. В Беларуси вступил в силу закон о запрете в ВОЗа БУ одежды из Европы. В нашей новой коллекции отражены все самые горячие новинки этого сезона. Как собрать трендовый образ? Закрыл дачный сезон. В Могилеве задержали серийного вора. Часть похищенного изъята правоохранителями. Какой урожай собирал злоумышленник? Новый гражданин. В Бобруйске зарегистрировали тысячного ребенка. Не хотели придумать какие-то экзотические имена. Мальчик или девочка? А также «О, тепленькая пошла» и «Твои мечты имеют значение». В городе пройдет смотр-конкурс молодежных инициатив. Как стать участником? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. В сторону обогревателей. Бобруйске включают отопление в жилых домах. Градус тепла будет повышаться на протяжении трех дней. В течение 10 суток после всех потребителей организации, обслуживающие системы отопления, будут проверять работу оборудования и первичную регулировку. Потребители в указанный период проверяют стояки и отопительные приборы. В случае выявления неисправностей работы системы отопления в квартирах, жильцы могут обратиться в жилищно-эксплуатационные участки по месту жительства. В случае отсутствия тепла на все вопросы ответят в ЖРУ Ленинского и Первомайского районов. Телефоны участков указаны на экранах и сайтах эксплуатирующих организаций. Знал, где наживиться. В областном центре задержан серийный дачный вор. Сотрудники уголовного розыска пресекли преступную деятельность 60-летнего могилевчанина. Следователи установили, мужчина орудовал на территории города и района. Выяснилось, что мужчина уже ранее был судим за аналогичное преступление. Однако вскоре вновь принялся за старое. За летние месяцы он успел обокрасть четыре дачи. Грабитель забирал с собой бытовую технику и инструменты, которые потом сдавал в пункты приема автор сырья и ломбарда. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника часть похищенного изъята правоохранителями. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту кражи с проникновением в жилище. Своё всегда лучше. Беларусь вступил в силу закона, запретив ввоз за одежды бывшего употребления. Искать среди вешалок то самое предпочитали многие. Что будет дальше с бизнесом, решит время. Где в Бобруйске закупиться модной одеждой по карману, как создать незабываемый образ и что в тренде этой осенью, расскажет Юлия Вернер. Конец эпохи. Секонд-хенды – всё. Недавний указ на запрет поставки БО-одежды в страну расстроил модников. Однако печалиться повода нет. Беларусы могут выдохнуть спокойно и заглянуть на центральный городской рынок. Точки пестрят обилием товара. Отыскать вещи по душе – не проблема. На любой рост, вес и возраст продавцы помогут подобрать наряд к лицу. Ближайшие года три – это что-то свободное, более уличный стиль, больше размером. Очень пользуется спросом оверсайз. Это касается всего – и верхней одежды, и джимперов каких-то, и джинсовых у нас категории. Не отстаёт и наше белорусское. Качество, стиль и удобство – три кита, на которых стоит отечественный Легпром. Народные бренды давно зарекомендовали себя на рынке. Приобрести их можно в универмаге. Верхняя одежда, аксессуары, шапки, шарфы и перчатки народные производители схватывают бренды на лету и идут в ногу со временем. Подобрать конкретную вещь или создать полноценный образ с удовольствием помогут продавцы-консультанты. Трендовые модели сезона 24-25 можно приобрести в магазине «Универмаг». На манекене – пальто «Калинка». Дополним его аксессуаром. Для создания мужского образа предлагаем сорочку «Надекс» и утеплённый жилет. Ещё один зарекомендовавший себя бренд «Славянка» давно радует бобруйчан стильными вещами. Трендовое пальто, яркие куртки, аксессуары, которые сделают любой образ незабываемым. В топе искусственный мех от настоящего не отличить. Затруднить выбор может разве что разнообразие оттенков. Сезон богат на глубокий чёрный, белый, синий, бежевый. Для любителей поярче представлены модели в коралловых и нежно-голубых цветах. Ещё один хит – куртка с подогревом, нашумевшая новинка. В нашей новой коллекции отражены все самые горячие новинки этого сезона. Это изделия из эко-меха. Как вы видели на нашей молодёжи, шубка белая. Очень мягкая, плюшевая, тёплая, трендовый силуэт, спущенный рукав. На холодную осень или тёплую зиму подойдёт идеально. Из наших новинок последних – это куртки из эко-кожи, утеплённые. Тоже на холодную осень, тёплую зиму идеально подойдут. Глубокий капюшон, манжеты длинные. Белорусские бренды предлагают широкий и качественный ассортимент одежды, обуви и аксессуаров. Создать образ можно с лёгкостью, благодаря отечественному Легпрому. Юлия Вернер, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Дорогу таланту. Смотр-конкурс «Молодёжный взгляд. Битва идей» пройдёт в Бобруйске. Проявить свой креатив и сделать родной город лучше может каждый. Приём заявок на конкурс стартует 21 октября и продлится по 31 января. Инициатива при поддержке горисполкома и городского совета депутатов направлена на создание условий для поддержки талантливой молодёжи. Победителем в этом году стала Кристина Лещенко. Её музыкальные лавочки, расположенные в театральном сквере, радуют жителей и гостей Бобруйска. Этапов было два. Первое – это было предоставить свой проект. Второе было – это защитить его. Ну вот уже на защите нам сказали, что я победила. Администрация отреагировала положительно. Им очень понравился. Вообще понравилась сама идея создания лавочек. Честно, я очень рада, что осуществили мою идею. Это очень приятно. Конкурс проводится по следующим сферам. Патриотизм и общество, патриотический медиа-контент в интернете, брендинг города, ландшафт, архитектура, творчество, спорт, молодёжь. Продемонстрировать свой талант сможет каждый. Маленькая радость. Тысячного малыша зарегистрировали в Бобруйске. Счастливцами стала семья Круковских. Для четы ребёнок – долгожданное чудо. Мальчик появился на свет 27 сентября настоящим богатырём. 4 килограмма 260 грамм. Новорождённого назвали Евгением. Молодой отец признаётся – все родственники и близкие невероятно счастливы. Не хотели придумать какие-то экзотические имена. И имя ещё актуальные в гении. Поэтому я думаю, что для сочетания с отчеством, с таким редким, ни одного Артёма ещё я не знаю, он будет первый. К слову, самые популярные мужские имена в Бобруйске в этом году – Михаил, Александр и Артём. В тренде также Марк, а вот Александр сдаёт позиции. Из необычных – Берт, Вильям, Марсель. В топе у девочек – Софья, София, Ева, Алиса. Оригинально детей решили назвать родители – Мишель, Айны, Ариэлы и Адель. Есть и грустная статистика. В городе в 2024-м ни одной Натальи и Татьяны. Хромая европейская кобыла. Как прямо сейчас, Запад лишается своего статуса. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова